А прямо сейчас подробности атаки на российское посольство в Дамаске. Его сегодня обстреляли из миномётов, как раз в тот момент, когда рядом проходил многотысячный митинг в поддержку России и участие военных в операции против боевиков ИГИЛ. Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял. В Москве расценили случившееся как теракт. Репортаж Сергея Зенина. Террористы ждали момента, когда колонна демонстрантов подойдёт поближе к зданию посольства России. Два разрыва с разницей в пять секунд. Судя по звуку, били из миномёта калибром до 100 миллиметров. По людям не попали, паники не было, никакой давки. Кто-то перешёл ближе к подъездам жилых домов, где в случае чего можно укрыться. Но основная масса просто шла по улице. В целом организована почти так же, как и приходили на митинг за полчаса до этого. Я приехала специально издалека, чтобы сказать большое спасибо российскому руководству. Мы не боимся никаких террористов. Нас не пугают такие провокации, как та, что произошла сегодня. Мы победим врага вместе с Россией. До взрывов многотысячная толпа стояла на площади в 100 метрах от здания российского посольства. Четыре улицы, ведущие к месту проведения митинга, были заполнены народом. Сирия, Россия, друзья. Спасибо России и её авиации. Плакаты говорят сами за себя. Портреты президентов двух стран. Российских флагов даже больше, чем сирийских. Слова благодарности, просьба и дальше оказывать дружескую помощь. Мы пришли сегодня к посольству России для того, чтобы весь мир узнал, кто настоящий друг Сирии. Российское посольство, несмотря ни на что, несмотря на опасность, продолжает работать. Россия помогает нам и ни на секунду не переставала быть нашим другом. По примерным оценкам, на демонстрацию вышли порядка пяти тысяч человек. Из провинций, которые уже освобождены от террористов сирийской армии при поддержке военно-космических сил России, добраться до столицы пока сложно. Поэтому большинство из пришедших с дружеской миссией к нашему посольству – жители Дамаска. Россия знает, что здесь на самом деле происходит. И она прислушивается к нашим просьбам. Россия помогает нам оружием. А мы просим помощи и поддержки, потому что в Сирии идёт очень страшная полномасштабная война с терроризмом. Что касается обстрела, то уже удалось определить место, откуда прилетели мины. Эта территория в пяти километрах от Дамаска по прямой. Там ещё идут бои и находятся террористы, запрещённые в России организацией армии ислама. Несмотря на два миномётных взрыва, многотысячный митинг всё-таки состоялся. Вот эти смельчаки, несколько десятков человек, дошли до российского посольства. Остальные рассеялись по площади. И, по всей видимости, миссия завершена. Люди донесли то, что они хотели до нашего посольства. Кстати, взрывы прилетели на нашу землю, на российскую, потому что по всем законам территория посольства – это территория России в Сирии. Сергей Зенин, Алексей Шишкин, Игорь Львов. Первый канал. Сирия. Дамаск.